Я пока еще живой, не дождутся. Проблема только в том, что никто, в общем-то, и не ждет. А так, конечно, феерия, даже для Украины. Аркадия Бабченко никто не убивал. Но, можно сказать, сделал невозможное. Почитал собственные некрологи, плюс дал повод поговорить о себе аж совбезе ООН. Попал на первые полосы всех газет, чуть ли не по всему миру, ну и заодно узнал, что думают о нем бывшие соседи по лестничной клетке в Москве. Убили его, и слава богу. А почему вы так считаете? До свидания, молодая. Потому, потому что он козел. Но, впрочем, о бурной реакции, особенно так называемой либеральной общественности, на, как теперь выяснилось, мнимую смерть чуть позже. А пока о том, к чему все это было. Оказалась инсценировка СБУ, якобы с целью предотвратить реальное покушение, которое снова якобы готовилось. Кем? Ну, так тут без сюрпризов. Еще накануне депутат Рады Антон Герасченко написал у себя в фейсбук про зловещие российские спецслужбы. И вот сегодня сам Бабченко, радостно ухмыляясь перед камерами, эту версию подтвердил. Но, как говорится, что и требовалось доказать? Что угодно и как угодно, лишь бы придумать новое про руку Москвы. О киевской комедии с актерами-русофобами. Андрей Григорьев. Аркадий, студию. Собравшийся на брифинг СБУ пресса ахает. Вот он, Аркадий Бабченко, живой и невредимый. И даже довольно улыбается удачному розыгрышу. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Все это было инсценировкой. Украинской службе безопасности будто бы стало известно, что на Бабченко готовится покушение. Организатор, некий украинский гражданин Г, вот оперативная съемка его задержания. Лысоватого человека, лица которого не видно, берут под руки сотрудники СБУ. Гражданин Г предложил своему знакомому из числа бывших участников антитеррористической операции денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов США, чтобы совершить террористический акт. Убийство российского гражданина Аркадия Бабченко. В качестве доказательства еще одно видео. Настолько плохого качества, что на нем заметно только как пересчитывают пачки купюр. Ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ. Уже переданы деньги. Деньги, насколько мне известно. 40 тысяч долларов. И неплохо стоят, слушайте. И режиссеры этого спектакля, украинская генпрокуратура, и спецслужбы, и актеры Аркадий Бабченко в один голос обвиняют в подготовке несостоявшегося преступления Россию. И вот на каком основании у гражданина ГЭ, как уверяют, были ксерокопии документов будущей жертвы. Показали, значит, документы, мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал, да, я получал паспорт, когда там 25 лет. Вот эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе, стало понятно, что информация идет из России, и стало понятно, что информация идет из, видимо, государственных служб. В этом деле изначально было полно нестыковок, которые сразу усмотрели внимательные зрители. Информация очень противоречива. Жена говорит, что она услышала из там ванны. Значит, похоже, что это было в квартире. Потом появляется информация, что вроде бы он выходил за хлебом. И выходил, но его убили почему-то в спину, хотя вроде бы если поджидал убийца, то он должен был стрелять в грудь. Если убили в подъезде, почему вот это фото явно на квартирном дощатом полу, а ближайшие соседи выстрелов вообще не слышали? Не знаю, что тут было, не было. Может быть, тут так бахает этот лифт, что может стрелять кто угодно, хоть автоматами, не слышно. Блогер и журналист Аркадий Бабченко служил в Чечне. Сначала на срочной службе, потом по контракту. Сотрудничал с разными изданиями в качестве военного репортера. Но прославился больше всего своей агрессивной антироссийской риторикой. После катастрофы Ту-154, в которой погиб ансамбль Александрова, его коллеги-журналисты писал, нечему соболезновать. После трагедии в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» гори-гори ясно. В России, на мой взгляд, нет ни нации, ни народа, ни граждан. Сейчас в России, ну не знаю, крепостные, наверное, скорее всего. Российский гражданин Бабченко даже переехал жить в Киев. Кажется, идеальный герой для такого рода провокаций. То, что Бабченко жив, лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно. Отечественное журналистское сообщество, которое Бабченко, по крайней мере, судя по его постам в соцсетях, ненавидел, уже успело его похоронить и принести соболезнования семье. Провокация против журналистского сообщества. Провокация против России. Это провокация, которая будет иметь еще большие последствия, но не для России. А оказалось, он лишь участник очередного антироссийского шоу. Типичная фейковая новость, огромного масштаба, в создании и распространении которой принял участие журналист и специальные службы Украины. Вот как оценили с профессиональной точки зрения постановку СБУ ветераны российских спецслужб. Я не знаю, что это был за фарс. Прежде всего, это фарс, наверное, службы безопасности Украины, которые пытаются представить как спецоперацию. Хотя, я думаю, что никакого отношения к спецоперации это не имеет. СБУ сообщает, что гражданина ГЭС сейчас допрашивают. Поэтому, очевидно, уже в скором времени можно ожидать продолжения украинского сериала про Аркадия Бабченко. Андрей Григорьев, Анна Колк, Вести. Ну, а теперь, как и обещали, о реакции. Для начала на новость о том, что Бабченко цел и невредим. По горячим следам десятки фото-жап. Ну, самое очевидное, спасибо, что живой. Ну, а еще про Курта Кобейна, Виктора Цоя, Элвиса Пресли, ну и так далее. Вплоть до вымирания динозавров. Догонку про опыт Украины в создании самых отбитых реалити-шоу. Ну, а кто-то подметил, что фейк-трэша за последние месяцы накопилось уже достаточно для сериала. Первый эпизод. Химатака в Сирийской Думе. Второй с Крипали. Третий, собственно, Бабченко. Но это сейчас смешно. А вот для сравнения. Вчерашняя от журналиста Карины Орловой. Гниды. А тех, кто с так называемым журналистом без посредников в чем-то не соглашался. И таких проникновенных постов в соцсетях было ничуть не меньше, чем сейчас мемов. Стоило мнимо погибнуть, как в один миг забыли его собственные тексты. И те самые, в которых он цинично писал о жертвах пожаров в Кемерове или крушении Ту-154. Или подписались под этими текстами. А тех, кто хоронил, сейчас расскажет Анастасия Ефимова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. А с чего вдруг так кинулись скорбеть, если Бабченко принципиально не скорбящая? Потому что вовремя скорбеть иногда бывает очень выгодно. Я жив, здоров и в гроб не лег. А вот мой Яндекс.Кошелек. Всего лишь одна из стихотворных вариаций на тему, что вообще все это было. Похоронили всем Фейсбуком за некрологом некролог. А он живой остался. Сука. А вот и Яндекс.Кошелек. С дома журналистов спешно снимают фото. Вешали накануне по горячим следам увековечивая память невинно убиенного. За москворецкого моста уносят свечки. В Киеве едва заявили о прогремевших выстрелах, а участники в Москве уже скорбели. Наконец подчищают посты в социальных сетях. Вместо некрологов о том, каким он парнем был, теперь фото жабы, мол, воскресший отец. Горе в семье. Вот этот конфуз со смертью, с воскрешением, он одинаково, так сказать, неприятен как для людей, которые решили, значит, что у них появился новый национальный герой, да, сложивший, значит, буйную голову на поле брани с Россией. Вот. И вроде бы национальный герой, так сказать, не получился. Так, в общем, и для тех, кто, кого Бабченко сильно раздражал, потому что, ну, как-то вот там сначала известие о смерти, а потом, так сказать, воскрешение, показали истинные параметры этой фигуры. Ошеломлён Айдер Муждабаев. Накануне он пережил настоящий звёздный час. В объективах телекамер бил себя в грудь и говорил, я ведь следующий. А скажите, кто ещё может быть под ударом? Кто из журналистов? Мы хотим, чтобы я все пальцы прикрыл. Но уже сегодня Муждабаев настойчиво попросил ему не звонить. Я, говорит, ничего комментировать не буду и в эфир не пойду. Или вот беглый депутат Илья Пономарёв, ему ведь вообще был знак. Так и сказали, размещают заказы на оппозиционеров. Мол, будь осторожен. Складывается ощущение, что есть какая-то системная компания, что размещаются вот эти заказы, по-видимому есть какая-то конкретная цель, почему это сейчас происходит. Но когда выяснилось, что за системной компанией стоит СБУ, это же они провернули спецоперацию в стиле «Живой труп», ошибок он признавать не стал, выложил жизнерадостный снимок Воскрешева. Комментаторы, правда, восторга не разделили. Так себе фото говорят. История такая же. Случай с Бабченко. Он уже никого не удивляет, к сожалению. Время. Он один из. Он стоит в ряду и с убийствами, и с кинокомедиями, которые они периодически разыгрывают. Весь этот цирк, который они разыграют периодически, даже очень сложно комментировать. Мне обидно, что это происходит в моей стране. Я надеюсь, что скоро этому всему придёт конец. Впрочем, пока конца этой комедии не видно. Тем более, что вне зависимости от перипетий сюжета, финал один. Вот думали, что Бабченко умер. Виновата Москва. Узнали, что Бабченко жив. Всё равно российские спецслужбы постарались. Что бы ни произошло, вини соседей проверенный украинский рецепт. Когда возникла ситуация, что он оказался жив, я сразу сказал, что ему это будет однозначно виновата наша страна. Сейчас обнаружится, что будет заплачен какой-то ФСБшник. Скорее всего, например, с российским паспортом. И, естественно, это будет по приказу нашего президента. Это даже можно не сомневаться. Девки плакали, сердце болело. А это всё постановка и комедия, вы хотите сказать? Это уже главный выразитель интернет-негодования Бажена Рынска. Впрочем, судя по тому, с какой скоростью текста Бабченко сменились фотографии розовых интерьеров, грустила она недолго, как и большинство дружно скорбевших накануне. Исключение составляет разве что американское посольство на Украине. Там, разумеется, отметили, что убит, цитата, ещё один критик Кремля. А вот о чудесном восстании из мёртвых дипломатов почему-то упоминать не стали. Но, наверное, их просто ещё не успели обрадовать. Анастасия Ефимова о том, как оплакивали живого Аркадия Бабченко. Ну и, кстати, вот одна небольшая деталь. Сотрудницам одной из российских газет, довольно-таки известной, которые были готовы скорбить особенно активно, Ну вот сегодня вечером подарили по одной розе из уже собранного для Бабченко траурного букета. Ну что, не пропадать же, добру.